Добрый день! На переддень святкования наш корреспондент Дмитрий Котов наведал завод, где ознайомился с его историей и сущасностью. Радующая побышь за городком Глушковичи уникальная. Тут залягают горные породы мигматиты. Их взрослые от двух и более миллиардов годов. Ученые лишат их старейшими горными породами на планете. Користаться же выкопнями люди начали 200 лет тому. Еще в 1815 году мясовое насильство занималось тут с добычей мукомольных каменев. А просто полтора года на этой местности распространились геолого-разведывальные работы, которые и стали значимым кроком на шляху створения предприемства. У дальнейшего Минавита в 1969 году был створен первый в Беларуси карьер с участком по вытворчеству каменев, которые использовались для строительства дороги помимо Лельшицами и Глушковичами. А уже в 1975 году на этой базе появился друзовый завод с вытворчими могутностями до 200 тысяч тонн в год. В 90-е годы ознайся первый этап его активной модернизации. Другий протягнулся с 2003 по 2014. Обновление обсталевания дозволило повеличить объемы продукции «Амаль» у пять разов. Предприятие производит различные фракции. В нынешнем году мы перешли на производство более мелких фракций, таких как 5-10, 5-20, 10-20. Рынок диктует свои условия. В принципе, мы приспосабливаемся к этому, дабы удовлетворить все потребности наших потребителей. Усе технологичные операции дробнения автоматизованы и ожитивляются дистанционно с пультов кирования. После шага у карьеры выезжают экскаваторы и перевозят отриманную горную массу на дробильный участок. На дробильном участке уже горная масса выступается в приемный бункер и с последующей переработкой горной массы по фракциям. То есть определенных выпусках щебнень определенных фракций. Сегодня предприемство заявляется градоутворальным для Лельшинского района. Его продукция выкористовывается для будовництва дорожного комплекса «Гомельщины». До того же, совсем недавно выиграли тендер на поставку друзей в Витебскую область. На заводе мкнутся за все доисти наперед. И уповнены, что в будущем их шагают добрые перспективы. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельшинский район. В субботу, 11 липня, в Беларуси протягнутся работу промы и телефонные линии. В нашем регионе на пытание граждан будет отказывать наместник старшини Гомельского Абл-Ваканкама Владимир Александрович Прывалов. Нумер телефона промой линии 75 12 37. Звонки принимают с 9 до 12 годин. У Гомельским городским, в иконавшем комитете, 11 липня, промой линии проведет первый наместник старшини Павел Яугенович Паулоу. Звернуться можно по номеру телефона 75 19 84. Примать с вороты грамадян так само будут у районных администрациях и райвыконкамах. До новинок культуры. У Гомельским держанам театры Лялик отбылась премьера спектакля «Фабле», что у пероклады с французской мовой означает «байка». У Вазе Глядачоу была проставлена сучасная музычно-гульнявая театрализованная постановка по мотивах баек французского письменника Жана Делефонтена. У его творческих працах нема глубокой морали, однако они полны живого гумора, комичных ситуаций и трагичных развязок. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. У гитый вечер Гомельский державный театр Лялик со строка у Глядачоу самых разных возрастов. На премьерный показ спектакля «Фабл» пришли и юные аматоры, и потребовальные знавцы театрального мастерства. Высокий интерес не выпадковость. Гармония усягульного варятства у двух деянях, так заявили постановцы у театральных афишах, не могла не протягнуть увагу, взбодоражить фантазию и выкликать навыц самые смелые чакани у своего потенциального Глядача. Я как бы не избитый театрал, а так время от времени посещаю. Конкретно от этого, не знаю, я даже не слышал раньше, решил что-то новое для себя открыть. Потому что я уже чула, что вельми будет добрый спектакль, именно вид с такой ноткой авангарда. Но я думаю, что мы так само будем аплодировать и аплодисменты будут. Спектакль «Фабл», что у пероклади с французского «Наша байка» поставлены поматы вахтвора у французского письменника Жана Деллафантена. Это своя особливая спроба раскрыть природу человека. Сучасная музычно-гульнявая театрализованная постановка узносит на поверхню глупства, прыгажость, покуты, страхи, отшивание бессансовности и многое иншее, что хавается за масками штоденности. Херои спектакля небыздымают себе усе непотребное, выставляючи на показ выключно свою сутность. Особливую видовичность театральному деянию надают экстравагантные декорации спектакля и костюм артистов. А так само они стандартное светловое, гуковое, музычное и хорографичное сопроводжение. Очень сложно сейчас определить, наверное, или сказать, что вот это чисто кукольный спектакль, это чисто драматический. Наверное, это больше театр художника, театр костюма, театр изображения, театр визуальный или пластический, или физический театр. Здесь много разных техник было использовано и проб за это время репетиции. Показанные на сцене лялечного театра байки Жанна Делфантина не связаны и помеж собой одним сюжетом. У их нема глубокой морали, але и они не позбавлены логики. Их сюжеты взяты из реального життя, а так само из классических творов старожитно-греческих авторов, арабских казок и стародавней литературы Франции. Гэтая байки адлюстровует житцов, полная суперечностей и питанью. До того же, они полные живого гумора, комичных ситуаций и трагичных развязок. Сучасный музыкно-гульновый спектакль «Фабл» гомельчане приняли вельми тепло и с неподробной цикавостью. А это значит, что постановка мает все шансы стать репертуарной в наступном театральном сезоне. Вероника Ворошильна, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания «Гомель». «Прыхаючи к ветке» – так называется новая выстава-коллекция, которую можно увидеть в музее Гомельского палацево-паркового ансамбля. Головные экспонаты – самые пригожие и знакомитые мотыльки из всех кутков земли. Коллекция мотыльков, які издевляют яркостью, разностайностью и вытонченностью формов, належит же хору Витебска Махмуду Рамазанову. Тут собраны экземпляры из всех континентов. На ведвольнике музея смогут убашить насильников тропичных лесов и полярной тундры, гигантских мотыльков и карликов – самые вядомые и недавно открытые виды. А так само мотыльков-символов и мотыльков-талисманов, які лишатся самыми дорогими для коллекционеров. У агульной складанности на выставе проставлено больше 200 экземпляров «Прыхающих кветок», які своим нарожением обовязаны, як говорится у одной з легенд старожитной Греции, Богу Зеусу. На ведвольнике музея смогут так само ознайомиться со своей особливой книгой рекордов, якую склали мотыль-шемпионы по померах и яркости, худкости и далекости полету. Когда шла подготовка к выставке, было изучено много материала и, честно говоря, была поражена необыкновенностью этих существ. И с точки зрения их трансформации от яйца до бабочки, и с точки зрения их возможностей. Например, полета на высоте 4,5 километра. Или бабочка-монарх может перелететь в Атлантический океан, совершая путешествие для своего размножения. Это лето в Беларуси стало одним из самых складанных для белых буслов. Об этом поведомили в пресс-службе громадской организации «Ахова птушек-батьковшины». Как означают специалисты, селета вельми низкий процент створения буслами гнездов. У тех же, что в вынику были створены, колькость птушанят, менее извышенного. На такое становище повплывало некольки факторов. По-перше, сухая маловодная весна и раптовные холоды у яйца Редине. А по-друге, практически полная отсутность опадков у летний период. В связи с этим, буслам не только складано вырастить птушанят, а и прокормиться самим. К тем часам, в ближайшие дни, синоптики прогнозуют у Беларуси довольно холодное и сырое надворье. По воде информации областного гидромета-центра, в ближайшие сутки в нашем регионе будет воблашно с прояснениями. У наших местами, а у день на большей шассой территории, пройдут короткошасовые дожжи. У особных районах на больнице. Ветер заходнее 5-10 с порывами до 15-20 метров за секунду. Вношная температура опустится 8-13 градусов, у день будет плюс 16-21. Подобный характер надворье заховывается у неделю и у понеделок. У день шагается до 23-24 градусов. Максимы короткошасовые дожжи и на больнице. И на этом по-куле все за развитием подей сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До повышения. Продолжение следует...